Перейду к тому разделу, который обозначен в программе, как «10 лет палеоативной медпомощи детям». Почему мы так считаем? Потому что осенью 2011 года впервые в нашем медицинском законодательстве появилась палеоативная помощь. Что же эти 10 лет означали для нашей страны? Если за рубежом в Британии первые хосписы для детей – это конец 60-х, то в России первый детский хоспис появился в 2010 году в Санкт-Петербурге. И сегодня определение палеоативной медпомощи никогда не бывает лишним показать. Это триада из медицинских вмешательств, мероприятий психологического характера и ухода. И те из вас, которые давно в нашем строю, давно в нашей системе оказания палеоативной помощи, вы помните, что каждый нормативный акт – это огромный разбег подготовки, большие проблемы отстаивания своих мнений, убеждений, рекомендаций. И сегодня мы имеем с вами во многом уже сложившуюся систему нормативно-правового обеспечения. Не могу не отметить, и каждый из вас на себе это ощутил, как много сделано благотворительными фондами. Вы видите годы от 2003 до 2018, когда буквально в каком-то таком постоянном темпе, ритме появлялись новые фонды. И при лидерском значении фонда «Вера» также и подарить жизни детский палеоатив и фонд «Дом с маяком» – это те наши локомотивы, которые сегодня дают нам движение вперед вместе с государственной поддержкой. Что же у нас на Урале? Любим мы Урал, не скрою, видно это, это просвечивает. Но у нас сегодня на подключении есть и гости из других территорий России. Для них и для уральцев. Вот вам в убывающем порядке территории, субъекты Урала с указанием численности детского населения. И мне важно показать вам, что очень варьирует и система, и объемы в зависимости от того, сколько детей проживает. Всякий раз показываю эту карту с обновлениями, и сейчас не исключение. Посмотрите на карте России. Вот этот зеленый в центре регион с цифрой 95 – это Урал, в котором сегодня есть 95 детских коек для оказания палеоативной помощи. Всего в стране мы перешли уже рубеж в тысячу детских коек. А здесь та же зеленая территория Урала с цифрой 12 – это количество отделений выездной патронажной палеоативной помощи детям. Заметьте, отделений не бригад. И всего сегодня в стране 134 отделения выездной службы. То есть на Урале каждый десятый приблизительно такой объект существует. Что важно, за год ковида, за 2020 год детская палеоативная сеть нигде не редуцирована. Ни в одном из федеральных округов нет сокращений. Ни по отделениям выездной, ни по коекам, ни по хосписам. И это огромная заслуга тех, кто работает в медицинских организациях. А здесь мне хочется вам показать. Коечный фонд – это вот эти серые столбики, а фиолетовый – это количество выездных служб. И мы очень ждем реорганизации выездной сети патронажной в Свердловской области. Потому что вы здесь видите цифру 35. Это нам привет из тех лет, когда еще не было нынешнего нормативно-правового регулирования. И эти бригады в большом количестве, это правильно, были созданы в Свердловской области. Но сегодня нужно добиться их соответствия нормативно-правовой базе, что и происходит в настоящее время. Количество бригад, скорее всего, уменьшится. Но оснащенность отделений и их профессиональное штатное обеспечение, наверное, улучшится. И вы видите в других территориях Урала, что в убывающем порядке мы поставили развитие выездной службы. Это, конечно, требование дня. Сколько это стоит? Это стоит в программе госгарантии небольшие деньги. Вы видите, один койкодень на койке – 2500 с небольшим. И одно посещение на дому выездной службой – чуть больше 2000 рублей. Но мы с вами еще имеем и федеральную субсидию по 5 миллиардов в год к этим средствам региона еще добавляется. И вот я хочу вам напомнить, что первичная палеоативная помощь, о которой Диана Владимировна говорила, это пирамида, в основании которой средние медработники, первичная доврачебная палеоативная медпомощь. Они первыми очень часто видят проблемы хронического пациента и могут поставить вопрос о показаниях к палеоативной помощи. И они же в этой основании пирамиды находящиеся, они же отвечают за выполнение, реализацию рекомендаций. Вот этой красной надстройки, которая называется специализированной палеоативной помощью, то есть это хосписы, койки, палеоативной помощи и выездные бригады. Когда мы говорим сегодня о пациент-ориентированности, каждый понимает под этим что-то свое, нигде нет определения, что это такое. Но мне хочется немножко укрепить вас, и когда вам говорят, насколько это пациент-ориентированно, вспоминайте, пожалуйста, о том, что в этот термин заложено уважение ценностей и предпочтений пациента, в том числе родителей. Можно ли уважать предпочтения ребенка, дошкаленка? Безусловно, абсолютно, недискутабельно это нужно делать. То есть преемственность, согласованность, эмоциональная поддержка, условия для общения, все, что хотят семьи, все, что любит ребенок, комфорт, информированность о прогнозе, отсутствие двойных стандартов и фальшивых разговоров. Вот это все есть современная медицина в ее нынешнем развитии, о котором нам говорят из Минздрава Российской Федерации, когда напоминают о пациент-ориентированности. Вот, наверное, такой афоризм, который вы сейчас видите, наверное, он позволит вам запомнить слово пациент-ориентированность. Не спрашивайте диагноз, поинтересуйтесь, что за человек от него страдает, какой мир этого человека, каковы его ценности, убеждения и пожелания. Как только мы научимся делать это повсеместно, я смогу сказать, что наша палеотипная медпомощь выходит на международный уровень. И нам очень важно, о чем уже звучало в докладе Дианы Владимировны, правильно определять показания. Очень часто в регионах говорят, ну почему вы не сделаете перечень болезней, перечень каких-то состояний, когда человек может быть признан палеотипным, маленький человек, да, ребенок. И у наших учителей за рубежом, вот я нашла такую фразу и приношу вам из Аксфордского руководства по палеотипной помощи, что этот список не имеет места в британском руководстве. И авторы пишут, этот список не может появиться, не должен появиться, потому что решение о нуждаемости ребенка в палеотипе основано не только, а иногда и не столько на диагнозе, сколько в большей степени на потребностях ребенка, на его функциональном состоянии, на его личных предпочтениях ребенка и семьи. Вы скажете, это фантастика, а я скажу, это пациент-ориентированная медицина. И следуя принципам пациент-ориентированности, мы не закрепляем жестко какие-то клинико-лабораторные показатели или какой-то перечень нозологий. Смотрите на личность, смотрите на семью, смотрите на ребенка, на доступность медпомощи для него и принимайте вопрос и решение самостоятельно, нужно ли этого ребенка передавать на палеотипную помощь. Для подспорья каждому из нас в приказе, основном нашем 345-372, указаны в общих чертах показания от палеотипной медпомощи. Пять групп детей – это опухоли, это поражение нервной системы, это пороки развития, которые неоперабельны радикально, и очень большая группа поздней стадии, функционально утраченные пациенты с неизлечимыми хроническими прогрессирующими заболеваниями и последствия травм и социально значимых заболеваний. Это канва, по которой мы с вами должны сами складывать свой рисунок показаний. Каковы эти дети? Ну вот опухоль головного мозга, дети все очень разные, глиобластома, ребенок после химиотерапии, лучевой терапии дает рецидив и погибает. А вот другой ребенок, муколисцидоз, совершенно другой спектр проблем, другая динамика. До пяти лет с этим диагнозом вообще ребенок чуть чаще болеет простудными заболеваниями, в данном случае у этой девочки. Дальше начинает снижать дыхательную функцию, и нет явного перехода к палеотипу, как у опухолей, скорее это сплав из патогенетического лечения и палеотипной помощи. А вот Саша с миопатии Дюшена, он уже в инвалидной коляске, и сегодня нет радикальной терапии для этого заболевания. Этот ребенок, конечно, догадывается о своем прогнозе, и родители и медработники знают, что он начнет утрачивать дыхательную функцию и умрет молодым, будучи лежачим пациентом. А вот мальчик-дошкольник с детским церебральным параличом. Вот как их всех объединить в одну нормативную базу? Как прописать весь этот разнообразный рисунок личных предпочтений, обстоятельств? Очень трудно в прокрустово ложе показания к палеотипной помощи вставить. И важно вам понимать, что во всем мире палеотипная помощь смыкается с реабилитацией. Ее разведение от реабилитации является несколько искусственным и отражает стадию становления палеотипной помощи, но не стадию зрелого развития ее. И вот показывая вам, кто же в России сегодня попадает в когорту палеотипных детей, вы видите на этих круговых диаграммах за два года, за 19-е и за 20-е справа, что это более половины неврологических пациентов. Во всем мире так, мы здесь не отличаемся. И в истекшем году в России палеотипную помощь суммарно получили 18 900 детей. Ну, будем считать, 19 тысяч детей. Нелегко было выявлять первичных пациентов в пору ковида. И я напоминаю тем из вас, кто, может быть, еще с этим не работал, существует письмо Минздрава, которое раскрывает, как же можно, сберегая пациентов и их родственников от инфицирования, выявлять первичных пациентов, нуждающихся в палеотипе в период пандемии. Напомню вам, пользуясь случаем, что палеотипный ребенок имеет право на все остальные виды медпомощи, и на специализированную, и на скорую, и даже на высокотехнологичную. Напомню вам, что передача палеотипного ребенка в службы для взрослых – это не одномоментный акт, а это процесс, который может занимать много месяцев, иногда несколько лет для того, чтобы подготовить и медизделия, и коллег из взрослой службы, и семью. И вот эта преемственность сегодня является очень негармоничным разделом во многих территориях России. У нас огромные надежды на лекарственное обеспечение через вновь созданный фонд «Круг добра». Вы видите наверху и в центре слайда адрес страницы этого фонда в интернете. И показываю вам, что совсем недавно, вы видите даты февраля-март, этот фонд утвердил перечень заболеваний, он будет расширяться, которые будут лекарственно поддерживаться из средств этого фонда. Те из вас, кто работает в палеотипе детском, конечно, порадовались тому, что СМА, спинальная мышечная атрофия, сюда была включена. В меньшей степени мы с вами видим болезнь помпы, и три ауто-воспалительных синдрома, которые обычно не являются палеотипными, тоже сюда вошли. Очень важно нам правильно определять потребность. Опять-таки, не сговариваясь синхронно с Дианой Владимировной об одном и том же, что расчеты потребностей в России для детей, нуждающихся в палеотипной помощи, были сделаны в 2015 году фондом «Детский палеотип», вместе с Национальным центром здоровья детей. И вы видите красную строку для Урала – это 7600 детей. А что же мы видим по отчетным данным мониторинга? Мы видим, что Урал показывает за 2020 год потребность детскую в палеотипной помощи 3700, то есть ровно в половину от того, что экспертный просчет фонда «Детский палеотип» показывает. Но более того, скажу вам, что получили из числа нуждающихся далеко не все палеотипную помощь. То есть вот этот дисбаланс между нуждаются и получили, он может быть достигнут, этот баланс. И если мы лучше начнем с вами определять потребность, и если помощь будет более доступной. Какие технологии приходят у нас вместе с внедрением палеотипной медицинской помощи? Прежде всего приходит грамотное обезболивание. Я показываю вам выводы из диссертации Алексея Вадимовича Пшонкина, ведущего нашего эксперта по детскому обезболиванию. Он впервые для России на большом материале из 400 пациентов показал, что Россия ничем не отличается от мировой статистики. И до 80% детей терминального периода онкологических заболеваний, до 80% детей нуждаются в сильных опиоидах. И значит, с ними нужно уметь работать. Показываю вам из совсем недавних новостей. Вот 16 марта был утвержден и зарегистрирован этот приказ. У нас появилась новая специальность в России и новый профиль помощи. Он называется детская онкология и гематология. Раньше это были две раздельных специальности. Нет времени, чтобы пояснять, какой долгий путь прошли энтузиасты, ратующие за эту новую медицинскую специальность. Это десятилетие, пока это стало возможным в нашей стране. И мне радостно было прочесть, что в приказе об утверждении порядка оказания медпомощи по профилю детская гематология и онкология нашла достойное место палеотивная помощь, которая вменяется в обязанность врачу кабинета и врачу отделения, оказывающему помощь по профилю детская онкология и гематология. То есть не одни мы в поле воины с вами, мы эту нагрузку делим отныне, вот согласно этому приказу с нашими коллегами из сферы детской онкологии и гематологии. Смотрите на строку в середине слайда. Уральский федеральный округ. Пациенты младше 18 лет, всего 133 ребенка с онкозаболеваниями получили палеотивную помощь в году 19-м. Смотрите, какие размахи. Дети – это 133 на Урале, а взрослые пациенты старше 18 лет – это 18 тысяч с половиной. То есть, конечно, палеотивная помощь детям, она не имеет в качестве основного своего пациента, ребенка с онкологическим заболеванием. Конечно, мы работаем в основном для неврологических детей, но 133 ребенка, все ли они были достаточно обезболены, данные мониторинга показывают нам, что, скорее всего, нет. Потому что, посмотрите на эти два круга. Если нам Алексей Вадимович Пшенкин говорит, что в конце жизни 80% детей нуждаются в палеотивной помощи и нуждаются в сильном обезболивании, это означает, что 133 ребенка у нас было онкологических на Урале под крылом палеотивной помощи, а опиоиды получали 203 сильные. То есть, эти дети не всегда находятся в системе палеотивной помощи, не всегда являются онкологическими детьми. У нас есть огромное расширение перечня лекарственных средств для болевого синдрома. Это морфин в новых лекарственных формах, включая питьевой раствор, который еще пока для детей не показан, но для пациентов 18+, он зарегистрирован. И вот важнейшая новинка, о которой мне очень хочется вам рассказать, пожалуйста, рассказывайте о ней вашим коллегам. Россия зарегистрировала в декабре 2020 года два новых препарата для лечения судорог у детей, в том числе и судорог терминального периода. Это диазепам в микроклизмах и это медазолам в защечном растворе в тюбиках. Это два бензодиазепина, которые врачам были очень давно нужны в доступных формах, потому что в момент судорожного приступа очень трудно найти вену. И даже если вы вводите препарат внутримышечно, он очень медленно оттуда рассасывается из-за мышечного спазма. Вот так выглядит, просто очень рекомендую вам посмотреть это на сайте ГРЛС, посмотреть инструкции на эти препараты. Вы видите слева прозрачные медазоламы, справа белые микроклизмы диазепама, Сибазон называется препарат. И вот этот оттянутый носик и наконечник – это как раз и есть то, что помогает вводить в момент приступа ребенку бензодиазепины или же ректально, справа, или же защечно между десной и щекой с помощью вот этого оттянутого носика. Очень важно, чтобы пациент не проглатывал медазолам, потому что тогда он всасывается медленнее. Что еще приходит вместе с палеотивом? Приходит респираторная грамотная поддержка. И это тоже очень активно развивается. Показываю вам общероссийские цифры. Фиолетовые столбики – это три квартала 2020 года. В России это уже не новинка. Тысячу двести пятьдесят три ребенка получили за три квартала 2020 года респираторную поддержку на дому. Приходит вместе с палеотивной помощью и нутритивная поддержка. Очень многие из наших регионов имеют уже свои региональные программы. Важно понять, что если лежа в стационаре пациент имеет право на питательные смеси, на обеспечение лечебным питанием, и это сдвинулось с мертвой точки, то, находясь на дому, пациент имеет очень ограниченные возможности бесплатного получения питательных смесей. И это один из наших, ну скажем, очень в большом внимании находящихся аспектов для развития – это обеспечение палеотивных пациентов парентеральным питанием и смесями для энтерального питания. Что еще приходит с палеотивом вместе? Медоизделия приходят. Это свет в окне для очень многих семей, которые собирают, ну, можно сказать, по крупицам средства для этих медоизделий. Приказы вышли в 2019 году. Регионы уже в основном освоили закупку и передачу медоизделий в семьи. У нас вышли методические рекомендации, которые в январе 2021 года ушли в региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Если кому-то это еще не досталось, напишите, пожалуйста, в виде вопроса, кому это нужно, мы обязательно пришлем. Там достаточно детально вся процедура работы с медоизделиями показана. А еще очень важным элементом палеотивной помощи является обучение родителей и лиц по уходу за детьми. И вот здесь роль медсестры переоценить трудно. Я знаю, что сейчас нас слушают многие медсестры, когда мы говорим о том, что в семьи идут новые лекарства, новые медоизделия, новые технологии питания. Кто будет стоять рядом с мамой? Медсестра будет стоять и направлять ее, и обучать ее. И вот если есть какие-то технологии, которым медсестра не может обучить, ну, допустим, работа с аппаратом ИВЛ, да, то все уходовые вещи, связанные с уходом за лежачими пациентами, за ранами, уход в момент осуществления питания, это все абсолютно медсестренские компетенции. И мы приветствуем ваше продвижение на этом пути. Визитной карточкой палеотива является грамотное, разнообразное, качественное психосоциальное сопровождение. Его можно представить себе вот как такой пазл из элементов, которые здесь названы. Во-первых, это совместное принятие решений. Это не на словах, а на деле пациент-ориентированность. Это неприятие патернализма, когда врач командует процессом, но это непринятие и пациентского экстремизма, когда пациент командует процессом, не глядя на вторую сторону общения. И вот это все вместе складывается как комплайенс, очень дорогая, очень трудоемкая штука при оказании палеотивной помощи. Хочу подчеркнуть, что говоря о психологической помощи, давайте не забывать, что наша государственная нормативно-правовая база, вот я вам вывожу постановление правительства о программе госгарантии, именно это постановление пишет, что психологическая помощь может оказываться членом семьи пациента после его смерти. Это означает, что сопровождение в горевании – это не просто милосердие и акт человеческого отношения профессионалов к семьям, а это функциональная обязанность, которую оплачивает государство. Пожалуйста, поднимите все эти статьи и пункты и сумейте доказать тем, кто руководит вами, что психология горевания и сопровождение после утраты – это работа сотрудников палеотивных служб. Я приглашаю вас не стоять на месте, читать, развиваться и быть в альянсе с лучшими. Учитесь у лучших, как говорится. Вот у нас два очень активно пополняемых портала – про хоспис и про палеотив. И я знаю, что многие из вас и подписаны на рассылки, и на страницы Фейсбука бывают. Для тех же, кто меньше об этом осведомлен, приглашаю заходить туда и на канал в Телеграме сайта про палеотив, и на страницу Фейсбука сайта про хоспис. Слушайте нас, смотрите нас и несите наше дело туда, где есть неизлечимо больные дети. Спасибо. Спасибо. Спасибо.